Всем привет! С вами Олег Сканал Бериллаб. Сегодня говорим о канах и землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр и смотрим, что происходило за последние часы на нашем светиле. Мы здесь видим, что Меркурий попал у нас в центр внимания. И смотрите, происходят какие-то вспышки вот между семью и десятью часами. Вот здесь вот можно увидеть потоки такие плазмы, которые происходили. Ну и плюс еще вот здесь вот видно с довольно-таки большим галлом здесь также происходили вспышки. И, возможно, это затронет в какой-то степени и нашу планету. Но все очень неплотно. Мы видим, что плазма выделяется, но количество ее и плотность очень небольшая. Давайте посмотрим последний кадр. Ну вот между семью и десятью часами здесь наиболее плотное скопление плазмы. Чуть-чуть вот здесь есть в районе трех-пяти часов и один-два часа совсем немного. Так, давайте посмотрим, что у нас по приборам. Мы видим, что у нас две вспышки уровня М произошли. М3.1 и М2.4 совсем свеженькая. Судя по всему, у них локация разная была. То, что мы видели на видео. Давайте глянем, что у нас. Вероятности С-класс 99%, М-класс 35%, Х-класс 5%. Какие зоны у нас участвуют? Вот двенадцатая зона вспышки С генерирует. Тринадцатая М3.1, наиболее крупную, да, 37.09. Но она вот уже отворачивается. Скорее всего, она сгенерировала там вот как раз между тремя и пятью часами. Ну, а так еще и четырнадцатая зона. То есть, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и девятая еще. Давайте сейчас посмотрим. Четырнадцатая вот, кстати, начинает только расти. А вот двенадцатая, смотрите, уже проросла так прекрасно. Тринадцатая тоже недалеко от экватора. И здесь у нее видно, что есть потенциал для роста. Ну, 37.09 уже начала свой отворот. Ну, вот видно, что она там что-то выпросила. И, судя по всему, это как раз и заденет нашу планету, потому что она находится недалеко от экватора. И, в общем-то, рост она свой не оправдала надежды на свой рост, да. То есть, может быть, она сейчас как раз начнет, как всегда, когда отворачивается к этому лимбу, то начинается рост активности. Давайте посмотрим, что у нас по статистике у нас сорок девять пятен в десяти активных зонах. Видно, что только одна зона, 37.12, сейчас находится в таком оранжевом цвете, бета-гамма, да. Ну, хотя вот 37.13, судя по всему, у нее тоже есть потенциал. И, мне кажется, она тоже может перейти в оранжевый диапазон. Давайте посмотрим теперь в другом диапазоне излучения. Ну, вот они, да, две вот эти зоны. Видно, что, да, потенциал нехороший. Здесь дырочка у нас есть. Судя по всему, она там еще лучше проросла. Сейчас мы посмотрим более внимательно. Виталий Ушталюк пишет. Спасибо. Дали три сердечка. Благодарю вас. UserSU7 пишет. А что там с сигналами из космоса из Австралии? Продолжаются или умолкли? И дали эти четыре сердечка. Спасибо вам большое. Вы знаете, вы задали такой вопрос, на который нельзя дать правильный ответ. А почему? Потому что, если я скажу, что сигнал продолжается, да, но по факту-то этот сигнал доходит до нас через значительный промежуток времени, понимаете, может быть, на самом деле это он уже волк. Вот, знаете, вот есть такие ситуации, как они патовые, да, называется, по-моему, в шахмате там какой-то называется. Вот, когда, ну, любое твой ответ, любое твое слово, оно не принесет пользу. Вот это вот интересная такая особенность нашего мироздания. Так, Оксана Шевченко пишет. Благодарю, Алекс. Спасибо большое. UserSU7 пишет. Похоже, ангелом-хранителем Земли является Юпитер. То от солнышка защищает, то комету, которая шла на Землю, на себя завернул. И дарите семь сердечек. Да, да, вот эти крупные планеты, конечно, они нас защищают от многих там неприятностей. Ольга Шаламова пишет. Ну, даже в астрологии Юпитер планета счастья, благости, а также пополнения в плане увеличения объемов тела, семьи, кошелька, в лучшем случае. Ну, из этого перечисленного, из вышеперечисленного, как говорится, лучше всего получается расти объемом тела. Показывает результаты. Я еще советские передачи помню, когда рассказывали, что Юпитер останавливает аббатировки всякими камушками нашей планеты. Да, и поэтому пояс астероидов, он не распадается, а он как бы немножко стабилизируется. Да, так бы представляете, как нас бомбило бы каждый день. Так, юзер ДП2 пишет. На основании каких данных предполагает, что пик солнечной активности придется на 2015 год? Имеется в виду, что циклы солнечные активности, они 11-летние. Вот, и динамика роста как раз, ну, этих циклов, она повторяется и примерно получается, что на 2025 год, не 2015, а 2025 год. Вот, хотя Елена Уралов вспоминает, вот, отлично в 2015 году, август у нас был невыносим в Черногории, даже в горах. Вот, видите, какая память хорошая. Так, ну, мы идем дальше и смотрим, что у нас дырочка, да, дырочка, да, нас интересует. Ну, очень аккуратненькая такая, да, еще с каким-то содержимым. А вот здесь вот в северном полушарии что-то интересное к нам подворачивается. Похоже же, там будет чуть побольше дыра и плюс, смотрите, такой древообразный протуберанец. Редко такую вещь, прямо вот здесь можно веточку рассмотреть. Вот, интересно, да? Каждый раз находится что-нибудь, что удивит. Давайте посмотрим теперь, как располагаются планеты сейчас. Ну, видно, что Меркурий уже почти догнал Венеру, им совсем чуть-чуть осталось до нее. Земля наша такая ходит и находится по себе, как кошка, да, ходит сама по себе. Ну, вот, Марс уже отошел от Сатурна и Нептуна и идет на встречу с Юпитером. Вот такие вот у нас новости по планетам. Если посмотреть геомагнитную обстановку, все прекрасно, один с плюсом сейчас. Вот, поставили здесь небольшое геомагнитное возмущение, потому что плазма там выделилась, было видно. Галла такая размытая, но количество небольшое, поэтому поставили такое легкое геомагнитное возмущение. По вулканам 58 вулканов при норме 40, то есть у нас ситуация так стабилизировалась, никаких существенных изменений нет. Давайте посмотрим новости. Семеру в Восточной Яве в Индонезии, там выброс пепла на 4600 метров. Дукона в Холмахеле здесь на 2400 метров. По Боготипетле в Мексике выброс пепла составил 6400 метров над уровнем моря. Затем в Южной Америке Фуэго, в Гватемале, вот Латинская Америка, там выброс пепла 4600 метров над уровнем моря. И Ревентадор в Акадоре тоже 4600 метров над уровнем моря. Почему-то не сообщаются новости о Сабанкая, но без Сабанкая сегодня по Боготипетле на Олимпе находится, на пьедестале. Так, ну что, давайте теперь посмотрим, что у нас по сейсмичности. За последние 7 дней 47 землетрясений крупных произошло над планетой при норме 50. То есть практически со вчерашнего дня ничего не изменилось. Но вот за последние сутки мы видим оранжевого цвета, количество землетрясений было таким довольно существенным. Вот в Перу произошло 5.0 на глубине 10 километров, затем в районе Тонго 5.1 на глубине 130 километров и 4.8 на глубине 147 километров. Восточные данные, в районе Тимура 4.8 158 километров, в районе Суматры 4.8 62 километра. Это у нас Гуам 5.1 на глубине 29 километров, 4.8 северные Марианские острова, глубина 35 километров. Это у нас Филиппины, там 4.8 на глубине 60 километров. И мы видим в южной части Атлантического океана, прямо на хребте 5.9 на глубине 10 километров. Четко посередине расстояния смотрел, что до Намибии там 2800 с чем-то, почти 2900, что до Бразилии 2900 километров. То есть прямо посередине океана получается. Так, ну если посмотреть за последние сутки, то 5 пятерок произошло, 26 четверок, 103 троечки, 192 двойки. Общий уровень активности признан как умеренный. И по атомной бомбе ровно одна атомная бомба энергии выделилась на планете. Вот такие вот у нас статистические данные. Переходим теперь к локальным событиям. Смотрим, Молливудские острова здесь довольно-таки серьезно. Здесь 4.6 на глубине 235 километров. Видно, что глубокое, да? Здесь на полуострове у нас 4.6 на глубине 86 километров случилось. Вот здесь вот у нас полуостров такой. И на нем это Ченега 3.1 на глубине всего 6 километров произошло событие. Потом в Динали 3.3 на глубине 35 километров. То есть немножко раскачало так это Аляску. Ну вот по северу здесь парочка землетрясений. В центре Аляски парочка землетрясений. Одно в сторону Канады. В принципе ничего такого сверхъестественного нет. Но магнитуды стали гораздо выше. 2.5 на глубине 35 километров север Гавайи. Так в основном в проекции Килауэ. По одному землетрясению в Вашингтоне и в Орегоне. В Калифорнии у нас больше всего землетрясений. Ну вот и взрывает тут на высоте 900 метров взорвали что-то. И два раза на высоте 900 метров. Так одно землетрясение здесь в Неваде. На западе Техаса у нас активность. И три землетрясения в Аклахомии. Такая довольно-таки мелкая активность в районе Пуэрто-Рико. Три землетрясения там. По Европе что-то в Атлантике мы ничего не видим. Ни Азора, ни Канары. Все молчит. Это Исландия тоже молчат и у норвегов. Давайте посмотрим континентальную. Здесь в районе Гибралтара, Южной Испании. Есть немножко Пиренея. Опять вот в том месте, где я живу, видно 2.0 на глубине 1 километр. 1.1 на глубине 10. Техасто здесь стала сейсмичность. Чуть ли не через день мы видим. Юго-запад Польши 2.6 на глубине 1 километр. Это запад Румынии 2.4 на глубине 13 километров. По Южную Италию. Здесь в Циции 2.8 есть. Ну давайте смотреть, что у нас. Греция, Турция. Здесь Крита 3.4.15. 3.5.10. 3.3.12. Такой треугольник. Немножко на континенте здесь. Здесь двоечки, да, по западу Турцию. Тоже двоечки по северу, вот где Анкара. В районе Малати здесь двоечки. Ну и троечка тоже. 3.0 на глубине 7 километров. Так на востоке двоечки. И вот опять на Кавказе. Теперь уже это получается Чеченская республика. Давайте посмотрим, что здесь. Ну здесь граница с Дагестаном недалеко. Самый крупный населенный пункт здесь Ботлих. Ну вот прям в самих горах, да, произошло. Здесь вот дорога какая-то проселочная прям идет до реки. Потом переходит в другую долину. Вот она соединяет. И рядом с этой дорогой чуть севернее. 3.6 на глубине 50 километров. Ну скорее всего никто не ощущал это землетрясение. Но интересно, что недалеко опять от Казбека. Вот Казбек. Вот здесь землетрясение. Так, Южный Иран дает 4.6 на глубине 10 километров. Север Индии 3.0 на глубине 10 километров. И вот землетрясение, которое вчера взволновало жителей Алматы. Оно произошло вечером. А по местному времени это было 22-25 примерно. Причем люди почувствовали, стали писать в чатах еще до того, как появилось официальное сообщение. А что они ощущали? Землетрясение шло, именно энергия шла снизу вверх четко, вертикально. То есть ни какие-то там ни боковые, ни люстры не шатались. Ничего такого не было в помине. Прямо снизу вверх шло. И такой очень короткий хлесткий толчок. Где-то одна секунда. Прямо вот. Ну вот 3.9 на глубине 1 километр. Вот толчок. И видно, что буквально позавчера было вот здесь вот южнее озера Иссык-Куль, да? На границе Китая. Вот мы как раз разбирали. Вот так в проекции Алматы. Я еще, по-моему, в телеграме как раз писал. Посмотрите, прямо по меридиану с Алматой. И вот теперь поднялось сюда. Это прямо в центре вот этого хребта Латау. И получается, что до города Алматы там примерно 40 километров от этого места. Но по факту это Кыргызстан. Это все-таки землетрясение в Кыргызстане. И здесь, смотрите, какой-то пик есть 4617 метров. Это, похоже, самый такой крупный пик. Вот здесь вот в округе. И именно у этого пика произошло вот это землетрясение. Нет, вот здесь вот есть повыше 4649, но он в западе находится. А это вот прямо вот где сочленение всех долин, да? Из этого места, обратите внимание, берут начало все речушки, да? Отсюда вот во все стороны. Вот здесь долины расходятся. Сюда долины уходят. Да, интересно. Что именно от этого места. Это как вот, получается, как белуха, да? Белуха на Алтаю. Вот здесь вот тоже как бы такой местный такой авторитет. Ладно, давайте теперь посмотрим, что у нас на севере. Ничего нет. На Камчатке. На Камчатке давайте заценим. Ну, здесь прямо вот напротив Ключевской сопки. Ну, это опять вот теперь средней глубины. 4,2 на глубине 45 километров. Ну, прямо вот на побережье происходит, да? Такие интересные события на Камчатке. Потом Южные Курилы. Давайте здесь посмотрим. 4,1 36 километров. У какая-то 4,3 80 километров. Так, Тайвань, Северный Филиппин. Малчатно. Вот Марианский остров 4,8 40 километров. Гуам 5,1 на глубине 32 километра. Южные Филиппины дают 4,8 55 километров. Здесь 3,7. Ну, еще троечки. Уже в Малуцком море 4,5 111 километров. В Сулавесе 3,2 10 километров. Здесь у Тимура 4,8 155. Моребанда 4,3 222 километра. Суматра в центре 4,8 57 километров. По северу здесь двоечки неглубокие. Но против пролива 3,7 10 километров. Затем 3,6 10 километров. Здесь южнее Ява 3,2 48. По островам вот здесь вот идут неглубокие троечки. И землетрясение на Тимуре тоже троечки. Вот смотрите Австралия. Теперь каждый раз смотрите какие-то новые места. Вот теперь вот в заливе в этом. В этом заливе я вообще не помню, что были землетрясения. 3,3 на глубине 10 километров. И у города Перд 2,5 на глубине 5 километров. Вот так вот. Зато Папуа, смотрите, полностью молчит. Папуа Соломона. Санта-Крус дает 4,5 на глубине 10 километров. А Фиджи 4,2 581 километр. Тонго 4,8 148 и 5,1 130 километров. У Новой Зеландии с севера 3,6 15 километров. На юге 3,9 19 и 3,1 107 километров. Вот такая вот активность у нас в Новой Зеландии. Так, у Южной Африки у нас тоже есть активность. О, здесь, кстати, смотрите, по широте, если провести, как это, по Ганель, там, да, плавал, Жюль Верна. Смотрите, землетрясения все примерно по одной параллели. Но здесь у Яр 3,0 10 километров. И вот в самом центре Атлантики 5,9 на глубине 14 километров. Так, в Канаде ничего нет. Давайте теперь посмотрим, что у нас в Мексике. В чем особенность сегодня? По северу Мексики. Вот у нас здесь 3,7 5 километров. 4,7 11. В Заливе здесь 3,2 5. 2,8 15 километров. Так, затем. В Акапульке 4,0 10. 3,8 2 километра. Здесь 3,9 13. То есть неглубокие. Вот 4,1 10. Это уже ближе к заливу. В самом заливе Тройки тоже неглубокие. 3,8 31 здесь километра. 3,5 5 километров. 4,1 159 километров. Это Веракруз. И смотрите, опять со стороны Мексиканского залива. Здесь 3,9 10 километров. И 3,8 87 километров. У нас из Сальвадора 3,5 30 километров. Есть троечки около Никарагуа. Коста-Рика 3,4 9 километров. 3,3 11 километров. Здесь Доминикана дает. 3,1 35. 3,0 28. Но Пуэрто-Рика мы разобрали. Так, там мелкие землетрясения. Перу. В центре Перу. 5,0 10 километров. И 3,9 15 километров. Южное Перу. Здесь 3,5 8 километров. Север Чили 3,6 141. 3,8 112. Ну, в районе 100 километров здесь обычно. У Арики. У Икики, извините, здесь. Или Арика. А, это Арика. Да, все правильно. 2,9 на глубине 40 километров. 3,4 267. 3,6 237. И 3,1 236 километров. Это северная Аргентина. Так. У Аль-Параиса 3,7 41 километр. 3,2 59. Около Сан-Хуана. Чуть-то какой-то шрифт стал мелкий. Да, прям. 3,3 114 километров. Прям проверяют. Это как у окулиста. На приеме у окулиста. Да, там сможешь прочитать или нет. То же самое здесь. Так. Ну что. Вроде бы это и все. Все события на сегодня. Ну а с вами был Алекс. Канал Беред Лабжи. Отличного провожения.